Здравствуйте, это ЕТВ, телевидение мнений и программа «Мелочи жизни». Каждую среду в прямом эфире работает наша телевизионная клиника «Здоровье онлайн» и я кандидат медицинских наук Анна Соколова. Каждую среду мы говорим о том, как сохранять красоту, молодость, активность, а всё это возможно только тогда, когда мы здоровы. И сегодня мы будем говорить о том, какие симптомы, или даже можно лучше сказать, на какие жалобы. Прежде всего, нужно обращать внимание, чтобы не пропустить и вовремя совершить поход к врачу-гастроэнтерологу. А это врач, который занимается всеми проблемами желудочно-кишечного тракта. У нас сегодня в гостях как раз такой специалист, врач-гастроэнтеролог, гипотолог, кандидат медицинских наук Елена Борисовна Фрезер. Елена Борисовна, можно я начну, наверное, вот как раз с этого вопроса. Какие же всё-таки жалобы нужно не пропустить, или каким ощущением прислушиваться, чтобы вовремя прийти к гастроэнтерологу и, не дай Бог, не получить какое-то серьёзное заболевание? Здравствуйте. В ответ на этот вопрос я могу сказать таким образом, наверное. Дело в том, что среди жалоб, которые беспокоят пациентов при заболевании желудочно-кишечного тракта, действительно очень много достаточно распространённых жалоб, которые хотя бы раз в жизни беспокоили каждого человека, любого сидящего перед экраном в том числе. И, наверное, в связи с этой распространённостью им часто не придают должного значения, не обращают внимания, игнорируют, тем самым вызывая утяжеление состояния и, в общем-то, удлинение сроков лечения, и, что хуже всего, развитие осложнений, которых можно было бы избежать при лечении той или иной патологии. И наиболее ярким примером в этой ситуации может служить такой симптом, как, например, изжога. Изжога – это крайне распространённый симптом, в частности, по данным национального эпидемиологического исследования, проводённого в России, ей страдают от 20 до 40% взрослого населения в разных регионах России. И среди этих людей, кто чаще всего обращается к врачу? Это в основном те, которых изжога беспокоит постоянно, ежедневно, после каждого приёма пищи, ночами, то есть те, у которых существенно снижается качество жизни от этого страдания. А в остальных же случаях происходит, что у нас широко доступны безрецептурные препараты, и человек легко может купить их в аптеке, выпить, и на какое-то время забыть об этой жалобе. Важность визиток врачу, соответственно, отпадает. В лучшем случае он его откладывает. И в лучшем случае откладывает, в худшем не приходит совсем. А между тем далеко не ежедневная изжога может служить симптомом одного из многочисленных заболеваний. Сколько раз должна она возникнуть, что уже пора идти? Ну, я скажу, что если изжога регулярная на протяжении не менее месяца и повторяется чаще, чем раз в неделю, это является поводом для обращения к врачу. У нас как раз на сайте есть вопрос от Надежды. Ночью стала просыпаться от острейшей изжоги. Принимаю лекарство, сразу легче. Это гастрит? Или вообще изжога каким ещё симптомом? Какого заболевания может быть? Да, это вовсе не обязательно. Гастрит, начиная изжога, это вообще симптом достаточно серьёзный. С этим симптомом нужно обязательно подойти к специалисту, потому что, к сожалению, не указано, какие конкретно принимает препараты пациентка. И чаще всего изжога является таким симптомом, как гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Это повреждение пищевода, и при этом заболевание изжога является симптомом с высокой специфичностью. То есть, скорее всего, может быть... А это опасное заболевание, вот гастроэзофагиальный рефлюкс? Это заболевание, которое на сегодняшний день, во-первых, набирает частоту, но при этом, в общем-то, без проблем диагностируется и лечится. Однако при откладывании может иметь достаточно серьёзные последствия, в том числе и при драковой. Понятно. А я хочу обратиться к нашим телезрителям. Пожалуйста, используйте уникальную возможность позвонить нам по телефону прямого эфира 376-45-88 и задать вопрос доктору-специалисту, потому что, если вы оставляете комментарии на сайте, не всегда указаны, какие вы препараты принимаете или ещё какие-то детали. Используйте такой шанс. И давайте, пожалуйста, сейчас я задам несколько вопросов с сайта, а потом мы дальше ещё с вами поговорим подробнее про изжогу. Вопрос от Аллы. Гастрит почти у всех, как перхоть практически. Может быть, это просто норма для современного человека? Здесь необходимо различать, о каком гастрите идёт речь. Гастрит не норма для современного человека, и в настоящее время просто очень большое количество вот этого заболевания, высокая частота гастритов вызвана наличием инфекции. Это микроб, который будет достаточно давно уже открыт, называемый хеликобактер пилори. И обсеменённость этим микробом достигает очень высоких цифр. Заражается достаточно большое количество людей, чаще всего в детском возрасте, и поэтому у многих из них последствия развиваются как следствие гастрит. То есть нужно обязательно лечить, обследоваться? Какой-то есть анализ специальный, чтобы выявить вот этот микроб? Есть много специальных анализов для выявления этого микроба. Они и во время инвазивных процедур проводятся, и неинвазивно. То есть совершенно для пациента, в общем-то, просто и легко. И всё это доступно, можно выявить, можно вылечить. Следующий вопрос от Марии. А если изжога возникает во время беременности, это тоже гастрит или это как-то вот именно с состоянием беременности связано? Если беременности предшествовал гастрит или заболевание пищевода, которое, предположим, протекало бессимптомно, такое тоже может быть, изжога может являться в том числе и признаком наличия этих заболеваний во время беременности. Однако во время беременности происходят некоторые физиологические изменения в организме женщины, при которых, да, может беспокоить изжога. Это связано в том числе и с повышением внутрибрюшного давления. То есть матка растёт и давит на органы, в том числе и желудок, и провоцирует заброс. То есть содержимое желудка попадает в пищевод и выше. Как правило, эта изжога купируется после того, как беременность разрешается. Но надо сказать, что во время беременности далеко не все препараты разрешены, поэтому нужно внимательно относиться к этому симптому. Ну и обращаться вовремя к специалисту самое главное, не заниматься самолечением, даже не только во время беременности. Да, самолечение – это не выход. Вопрос от Элеоноры. Если не брать в расчёт гепатиты, а вот просто здоровым детям, ну и, наверное, здоровым взрослым, к чему нужно относиться с осторожностью, чтобы не появился гастрит? Что осторожно нужно? Может быть, пищу употреблять или какой-то образ жизни особо вести? Немножко такой сумбурный вопрос. Ну что-то можно исключить, хотя бы из продуктов питания только? Что может непосредственно вызывать? Ну, на самом деле диетические рекомендации при заболеваниях желудочно-кишечного тракта имеют большое значение, конечно. Это первое, что мы рекомендуем пациентам. Однако не всё влечивается соблюдением диеты. Ну, для того, чтобы не спровоцировать, скажем так, обострение имеющегося заболевания или появление, скажем так, этого заболевания, прежде всего необходимо исключить четыре компонента – острое, солёное, копчёное и жирное. Понятно. Вот обычно к Вам обращаются, наверное, когда беспокоит какая-то острая боль в животе. А может быть, что какие-то заболевания протекают бессимптомно, и вообще никакой боли человек не ощущает, а страдает каким-то серьёзным заболеванием? Да, безусловно, конечно, это возможно. И это достаточно большая такая категория пациентов. Потому что, во-первых, могу сказать то, что в последнее время участились случаи наличия, так скажем, немых, эрозивных и язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки. Эти состояния чаще всего тоже имеют инфекционную природу, о которой мы уже говорили, это хеликобактер пилори. Однако они могут возникать и при других ситуациях, например, при регулярном приёме лекарственных средств у пациентов с заболеваниями суставов, в частности, сердечно-сосудистыми, щитовидной железой и так далее. Эти ситуации являются как находки при обследовании, при обращении часто даже по другому поводу. И, конечно, все они требуют бесслагательного лечения. А второе, пожалуй, такое весьма распространённое заболевание, которое протекает бессимптомно, это, конечно, вирусные гепатиты. Потому что достаточно общеизвестно на сегодняшний день, что в этой ситуации человек вообще может ничего не беспокоить длительное время, вплоть до того, пока не развьётся уже тяжёлое осложнение гепатита, цирроз печени. А можно я вас прерву? У нас есть звоночек, а потом обязательно продолжим. Здравствуйте, задавайте свой вопрос. Здравствуйте, Светлана. Вот скажите, пожалуйста, у меня у мужа обнаружили хеликобактер 2,4. Ну, он пролечился, у него потом всё в порядке стало. Могу ли я заразиться тоже вот этой вот заболевания? Появится ли у меня хеликобактер? Я ещё не обследовалась. Ну вот мне интересно, как-то вот переходит это заболевание на остальных членов семьи или нет? Спасибо. Ну, заразиться вы могли до того, как вы лечили мужа. Сейчас, если у него всё хорошо, вы уже заразиться не можете. Ну, действительно, бытовой путь заражения возможен, но это небольшой процент среди взрослого населения. Происходит это, как правило, при использовании, ну, при несоблюдении, скажем так, средств элементарной какой-то гигиены, использовании общей посуды, общих каких-то приборов. Это же часто бывает, что вообще это посуда общая? Чаще всего это бывает между мамами и детьми. Всё-таки среди взрослых людей это бывает нечасто, но это возможно действительно, да. А как тогда заразиться хеликобактером? Вот таким вот образом и можно им заразиться. На самом деле члены семьи имеют такие риски. Поэтому педиатры, особенно если выявляется хеликобактер у ребёнка, часто рекомендуют пролечиваться вообще всем членам семьи. Но это не совсем, пожалуй, верно без предварительного обследования. Поэтому я считаю, правильным подходом будет пойти сдать какой-нибудь из возможных анализов, там, анализ крови на хеликобактер или анализ кала. И при выявлении, при обнаружении этого микроба стоит обратиться к специалисту за рекомендациями по лечению. Скажите, пожалуйста, а вот мы уже начали говорить о том, что бывают заболевания, которые протекают бессимптомно. А вот тогда взрослому человеку какие обследования необходимо делать и как часто? Может быть, вот ФГС нужно делать, если нет симптомов? Или, может быть, анализы какие-то сдавать? Ну, с точки зрения гастропрофиля. Ну, конечно, с точки зрения вашей специализы. Судить, да. Нет, вы знаете, насчёт того, чтобы человек самостоятельно, наверное, ходил на ФГС, наверное, всё-таки это не рекомендовано. Это хорошо же, да? Да. Может быть, такой минимальный перечень обследований, с которым можно уже прийти на приём к врачу, заключается в общем анализе крови, общем анализе мочи, биохимии определённого спектра. Вот здесь могут возникнуть некоторые вопросы. Ну, в крайнем случае, можно что-то потом доздать. УЗИ органов брюшной полости, но флюорография, гинеколог для женщин – это ежегодное обследование для всех категорий населения, не только для гастропациентов. Понятно. Вы знаете, у нас есть опрос. Наша корреспондент выходила на улицы города и задавала такой вопрос нашим прохожим просто. Как избежать гастрита? Давайте посмотрим, а потом обязательно вернёмся к разговору.